Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, военный эксперт Олег Жданов. Сегодня вместе с нами Олег Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег Владимирович, традиционно начинаем с обсуждения анализа ситуации на фронтах. Заместитель министра обороны Украины Анна Малер сообщила, что украинские военные имеют определенные успехи в селе Урожайной Донецкой области на берегу реки Мокрой Ялы. Также, по ее словам, украинские военные имели определенные успехи южнее и юго-восточнее Старомайорского, закрепляются на определенных участках. Напомним нашим зрителям, слушателям, что в селе Урожайной Донецкой области располагался укрепрайон вооруженных сил России на берегу реки Мокрой Ялы. Украинские военные начали решительный штурм урожайного 8 августа, а уже 12-13 числа появились сообщения о том, что российская армия начала отступать из урожайного. Ваше видение, понимание, анализ ситуации? Ну, скажем так, что, в принципе, логично и ожидаемо. Это еще раз ответ на вопрос, а готовы ли российские солдаты или военные умирать за нашу землю. Там, кстати, очень много сейчас информации идет от различных военкоров, несмотря на то, что их там причесал Кремль довольно сильно на примере того же Гиркина. Но, тем не менее, о том, что не особо то они хотят и воевать. Они держались, держались, а потом танкисты отказались выходить на рубеж введения огня, потому что якобы танки горят от наших артиллерий и введронов. Ну и, соответственно, наши войска приложили усилия для того, чтобы в конечном итоге выбить. Очень показательное видео, когда группа человек 50 убегает из урожайного и догоняет кассетные боеприпасы нашей артиллерии. Поэтому рано или поздно это должно было случиться. То, что мы прогрызаем линию обороны и то, что мы продолжаем движение вперед, это еще один ответ западным скептикам и тем, кто в Украине появился скептикам о том, что наступление захлебнулось, наступление провалилось. Нет, наступление идет по плану. Не так быстро, как хотелось бы, но, тем не менее, медленно, но уверенно мы движемся. Олег Владимирович, а что бы вы ответили тем скептикам, которые говорят о том, что, ну, подумаешь, там урожайно очередные избушки на курьих ножках освободили, подумаешь. Дело в том, что в Урожайном был укрепрайон. Там были оборудованы довольно серьезные позиции врага. А теперь у нас заветное обожание и дальше Старомлыниевка. А Старомлыниевка – это линия обороны, так называемая линия Суровикина, основная линия обороны. Я нельзя сказать по масштабам, нельзя сегодня сказать, что это оперативный простор. Но я бы сказал, что мы вышли на определенный простор для дальнейшего продвижения. Практически, ну, заветное обожание там, они, в принципе, каждый населенный пункт старались превратить в этот самый, в оборонительный, в опорный пункт обороны. Но в любом случае мы можем даже заветное желание обойти и двигаться на Старомлыниевку. А это для нас очень важно. Важно, что мы еще одно место, где мы выйдем на линию обороны. Кстати, уже и российские телеграм-каналы начали сообщать о сдаче населенного пункта Урожайное. Официального подтверждения от Генштаба Украинской армии о взятии этого населенного пункта пока не было. Давайте также поговорим о ситуации, которая нынче складывается в Бахмуте. Телеграм-каналы пишут о том, что Русню на передке выносят артой. Если новые туда подтягиваются, все повторяется снова и снова. Если переброски нет, идет зачистка позиций, параллельно идут арт-дуэли. В результате чего русские вынуждены отодвигать свою артиллерию. Ну, они сейчас по последним данным, которые я видел, они проводят перегруппировку и стягивают туда еще резервы. Особенно, кстати, в Клещевку. Смотрите, вот тут я называю это тяжкое наследие Пригожина. Вот Пригожин создал им такой военно-политический миф о величайшей победе российской армии. И, в принципе, по большому счету им надо было бы отойти на более выгодные рубежи. Но они по политическим мотивам этого сделать не могут. И сегодня наши войска просто фактически стачивают там российскую армию, доводя ее до состояния небоеспособности. Они части отводят, следующие подводят. Вот. И так процесс продолжается. Да, конечно, мы остановились. У нас вот этот рубеж Андреевка, Клещевка, Курдюмовка, он стал таким своеобразным, своеобразная как бы линия обороны для русских. Для русских это рубикон, я бы так сказал. Для россиян точнее, извините. Вот. Они не русские. Вот. Для них это стал своеобразный рубикон, с которого они не могут уйти. Потому что прорыв на этом рубеже наших войск вперед фактически дает нам возможность дальше двигаться на солидар. И тогда мы срезаем целый выступ, не только Бахмут. Мы срезаем выступ вплоть до Сиверска. Вот. Они это прекрасно понимают. Ну и еще моральное поражение. Еще моральное поражение в том плане, что как же так? Столько крови пролито, столько людей положили, чтобы Бахмут взять. Такая огромная победа, в кавычках, огромная и победа, в кавычках, российской армии. И тут вдруг, точнее не российской армии, Пригожина, его частной военной кампании. И тут вдруг раз, и мы быстро его отбили. Поэтому там такая ситуация. Они нарастили усилия, мы притормозились в своем продвижении. Но в принципе нас это устраивает в том плане, что мы сковываем очень большое количество довольно боеспособных частей и подразделений российской армии на этом оперативном направлении. У них нет возможности маневра резерва, переброски резерва. Малер уточняет, что за прошедшую неделю освободили 3 квадратных километра на Бахмутском направлении. Всего на южном фонге Бахмутского направления освобождено уже 40 квадратных километров территории. Я не могу услышать мнение относительно темпа этого украинского контрнаступления. Это этапа, как пишет нам американская пресса. Смотрите, тут надо рассматривать, наверное, не столько в цифрах освобожденной территории, сколько надо смотреть шире в плане снижения боевых потенциалов российской армии. Вот что важно. Важно то, что мы доводим российскую армию до состояния такого, что завтра эти квадратные километры некому будет оборонять. Просто некому. Вот это важно. А сегодня, да, конечно, приятно, что мы освобождаем свою территорию, километр, два, три. Даже это все равно говорит о том, что мы движемся вперед. Но главный показатель – это нанесение потерь. Потерь в живой силе, потерь в технике и невозможности, еще раз говорю, и сковывания огромного количества войск на отдельных оперативных направлениях. Так, чтобы не дать возможности врагу сегодня усилить, допустим, то же Мелитопольское направление, то же Бердянское направление. Вот что главное на мой взгляд. Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Найер заявил, что вероятность осуществления россиянами повторного наступления на украинскую столицу, город Киев, существует постоянно. С начала полномасштабной войны отметил, что пока нет свидетельств того, что дислоцируемые в Беларуси вагнеровцы намерены сделать. Это относительно повторной попытки похода российской армии. Да, повторная попытка на Киев. Найер, командующий Объединенными Силами Украинской Армии, заявил, что вероятность осуществления россиянами повторного наступления на Киев существует. Сначала полномасштабной войны, но отметил, что пока нет свидетельства того, что те силы, которые дислоцируются в Беларуси, речь идет преимущественно о вагнеровцам, что у них есть такое намерение осуществить вот этот поход на Киев в краткосрочной, долгосрочной перспективе. Есть ли такая угроза, на ваш взгляд? Ну, скажу, что в никакой перспективе. Такая угроза, в принципе, гипотетически она существует. Мы не можем отминусовать, просто снять со счетов Вагнера и перестать отслеживать ситуацию вокруг этой частной военной компании, с одной стороны. С другой стороны, смотрите, даже если они все вместе соберутся, даже если они найдут там где-то танки и боевые бронированные машины, артиллерию, чего у них на сегодняшний день нету, то 4 тысячи, ну, это бригада. Она, ну, ничего не решает в тех масштабах, которые там необходимы, теоретически, если смотреть, необходимы для того, чтобы прорывать нашу линию обороны на севере нашей страны. А у нас, кстати, граница, я напомню, что мы там ее постоянно совершенствуем, постоянно стараемся нарастить до уровня такой, я бы сказал, довольно мощной линии обороны. Да, там есть свои особенности, что там особо не развернешься в сторону противника, потому что граница ограничивает нас. Но, тем не менее, укрепрайоны там создаются серьезно. Так что за вагнеровцами надо просто следить. Тем более, что там вокруг них сейчас идут скандалы один за другим в плане там и финансирования отсутствует. И, ну, мне кажется, это просто легенда прикрытия, и кому-то уже, будем так говорить, буря в России, видимо, улеглась сильная такая, мощная. И теперь можно потихонечку вагнер заводить обратно в Российскую Федерацию. Вот, где, скорее всего, у них есть еще не один схрон с оружием, и вполне возможно, что Вагнер, как и говорилось в одном из видео, голосом человека, похожего на Пригожина, что их ждут великие, не надо готовиться к какому-то великому делу. Так что, но поход на Киев нет. Это так же, как поход на Варшаву и в Жешу, помните, они говорили. Хотим в Варшаву на экскурсию. Ну, вы можете только проездом через Варшаву в Гаагу, можете, да, из окна тюремного поезда посмотреть на достопримечательности Варшавы. Но тем временем Польша говорила о задержании двух российских шпионов. Агентство внутренней безопасности совместно с полицией задержали граждан России, которые распространяли пропагандистские материалы в Кракове и Варшаве, я так понимаю, агитируя за Вагнера. Ну, да, я знаю, что там они проводят это ИПСО в плане того, что якобы объявление о вербовке в состав Вагнера, да, типа, давайте вербуйтесь. Ну, это, в принципе, чистейшей воды ИПСО. С одной стороны, с другой стороны, они прощупывают настроение в обществе, в Польше, относительно неприязни к врагу или толерантности к врагу, как тут можно и с той, и с той стороны подходить. Вот, поэтому, да, плюс это может быть еще элементом запугивания. Раз уже агитируют тут, у человека возникает вопрос, ого, а что у нас есть те, кто хочет записаться в Вагнер? Так у нас не все поляки, типа, за Польшу. Вот, это фактически очень хорошая информационно-психологическая операция. Ну, как элемент психологического давления, потому что у тебя же полякам может сложиться впечатление, а что уже, Вагнер здесь, Вагнер тут? Да, что тут уже, типа, есть адрес, куда можно прийти, есть офис, куда можно прийти записаться. Да, абсолютно правильно. Они именно такими, ну, это же методы Российской Федерации, разделяя властву и запугивая как можно больше. New York Times, давайте поговорим о публикации американцев, ссылаясь на ныне, как в Украине, США, Европе, а также западных оборонных аналитиков, сообщают нам о том, что Украина может победить в контрнаступлении и без F-16, а их наличие не оказало бы решающее влияние на ситуацию на поле боя. Могли ли F-16 изменить ситуацию в украинском контрнаступлении? Большинство военных экспертов сомневаются в этом и говорят, что Киев может победить и без них. Смотрите, ну, в принципе, мы об этом с вами говорили, что эта операция, вот, контрнаступательная, которая планировалась еще зимой, начинали мы разговоры об этом контрнаступлении, о его подготовке, скорее всего, она планировалась действительно без самолетов F-16. И даже генерал Залужный в одном из своих интервью говорил о том, что мы, в принципе, получили все, что мы заявляли по нашим заявкам. Поэтому я думаю, что да, у нас есть возможность провести эту операцию и без F-16. И, скорее всего, так она и планировалась изначально. Просто вопрос применения авиации для огневого поражения партимикой и прикрытия войск с воздуха, он существенно, вот так я бы даже сказал, он существенно влияет на ход боевых действий. Все-таки по огневой мощи, наверное, авиация даже мощнее, чем артиллерия. Артиллерия является основой огневого поражения, но авиация, она еще мощнее. Поэтому ее применение могло бы, конечно, существенно помочь нам, особенно в разрушении боевых порядков противника. Правда, тут опять же есть нюансы. Просто так получить авиацию, бросить ее в бой, это значит ее потерять. Для этого надо тоже создать условия. А условия обуславливаются подавлением системы ПВО противника. Если бы вот эти два фактора, подавить ПВО противника и получить западную авиацию, то да, у нас бы успехи были бы намного больше, намного быстрее, намного эффективнее. И с меньшими потерями, что очень немаловажно. Волстер Джорнал пишет нам о том, что западные военные аналитики, политики начинают задумываться о весеннем наступлении украинской армии в 2024 году, поскольку партнеры Киева осознают, что борьба Украины за освобождение оккупированных территорий потребует много времени. Если мы будем уже так с вами заглядывать в будущее, в весну 2024 года, вот относительно F-16, вот те операции наступательные будут уже проходить с должной поддержки с неба или нет? Ну, знаете, тут я скажу такое слово, как сомневаюсь, что будут приходить. Почему? Потому что, ну, у меня какое-то складывается такое стойкое впечатление, что Белый Том, в частности Джо Байден и его администрация, делают все, чтобы мы эту авиацию не применили в боевых условиях. Смотрите, сколько он тянул? Полгода тянул с принятием решения. В конце концов, ну, додобили всем миром, убедили Байдена, что надо готовить пилотов. Бах, тут новое препятствие. Оказывается, чтобы допустить пилотов к подготовке, надо их отправить на трех- или четырехмесячные курсы изучения английского языка. В специфике управления, в специфике авиации. Вот. И получается, что тогда самолеты смогут стать в строй где-то к концу весны следующего года. А конец весны, весеннее наступление, мы предполагаем, что если оно и будет, то оно будет намного раньше. И к концу весны следующего года, скорее всего, есть такая версия, что должно произойти окончание активных боевых действий и фиксация нашей победы в этой войне. Вот. Мы это приурачиваем в связи с началом предвыборной кампании в Соединенных Штатах Америки. И тогда как раз поговорка «дорогая ложка к обеду» сработает ровно в противоположном своем смысле. То есть обед закончится, а ложку только принесут. Кстати, Олег Владимирович, вы обратили внимание, что на протяжении уже двух последних недель Пентагон не объявлял о предоставлении Украине пакета очередного военной помощи. Если же на протяжении последних месяцев, каждую чуть ли неделю, были такие сообщения о том, что мы даем вам, то сейчас уже не дают вам. Возможно, это связано с тем, что в Киеве, например, очень тщательно кладут брусчатку и очень хорошо ремонтируют дорогу. Вполне может быть. С одной стороны, с другой стороны, насколько я понимаю, там осталось 6 миллиардов по деньгам. И как и планировалось, помните, в начале года, когда эти деньги, точнее в прошлом году, когда эти деньги выделялись, так и говорилось, что их должно хватить примерно до сентября. Поэтому я думаю, что мы услышим об этой помощи. И, скорее всего, это из-за того, что финансы надо решить вопрос. И Джо Байден внес сейчас в Конгресс просьбу еще 13 миллиардов выделить. Но это, я уже понимаю, следующий финансовый год, который у них с 1 октября начинается. Что касается ремонта дорог и укладывания брусчатки, ну, это, мне кажется, наша внутренняя проблема, огромная проблема, что у нас, я считаю, что это 100% нецелевое использование денег. Нецелевое. Когда мы, когда мечемся, ищем деньги на эти самые, на квадрокоптеры и на беспилотники, когда у нас проблемы с экипировкой, проблемы с боеприпасами. Вот сейчас, допустим, пришли к выводу часть экспертного сообщества, что было бы неплохо, почему бы не купить кратайлы? Это системы ПВО с дальностью 15 километров, которые помогли бы бороться с ракетами «Вихрь», которые пускаются на дистанции 8-10 километров из вертолета в огневой поддержке Российской Федерации. Что приносит, наносит нам значительный ущерб. Так может быть, вместо одной брусчатки на улице положить, купить кратайлы у той же Франции? Мы же можем помимо всех заявок, одно дело, конечно, когда ты просишь, дайте нам вооружение в качестве помощи, а другое дело, когда можно выйти на рынок и ускоренными темпами сделать закупку и провести этот контракт. Вот тут, но это больше, я скажу, наше внутреннее дело. Кстати, обратите внимание, что даже те же Соединенные Штаты как-то не очень реагируют на вот такие вот использования средств. Больше переживает наше общество, потому что мы видим угрозу боеспособности нашей армии в этих нецелевых использованиях денег. Олег Владимирович, согласен с вами. А по поводу Купинского направления давайте также проанализируем ситуацию. В начале передачи забыли проговорить о том, что происходит именно на этом участке фронта. Мне кажется, что в ближайшие недели будет самое горячее место. Это именно Купинское направление. Почему? Потому что на прошлой неделе они попытались на лиманском направлении дернуться. Мы довольно хорошо их там отбили. И там, да, там остается тяжелая ситуация. Они продолжают пытаться атаковать, но она стабильная. Мы сдерживаем. Сейчас они была первая попытка слету пойти на Боровую, потом пойти на Купинск. Обе не получились. Мы причем выровняли фронт практически до исходного рубежа. Но, скорее всего, и в принципе по логике вещей, скорее всего они будут пытаться отрезать Купинск. Два удара, два направления, точнее, где они могут начать наступательные действия активные. Это с востока на Купинск вдоль реки Оскол и чуть южнее они могут пойти на Боровую. Используя вот ту группировку войск, которая стоит в Луганской области на Сватовско-криминном рубеже, вот они будут пытаться отсечь вот эту часть с городом Купинск в центре от основных сил. Но тут задача, в принципе, даже не столько, наверное, это как бы мы видим, ну, конечную задачу этой наступательной операции, вот, или этапа наступательной операции. Но, в принципе, главная задача Герасимова, на мой взгляд, это отвлечь, заставить нас перебрасывать резервы с центра фронта или с западной части фронта Запорожской области сюда на восточную часть, на Купинск. Вот, для того, чтобы удержать ситуацию или выровнять ситуацию. Вот, поэтому я считаю, что там будет, в ближайшее время там будет очень тяжело, вот, и они будут всеми силами пытаться там начать наступательную операцию, провести наступательную операцию. Также есть сообщение о том, что Россия продвигается из Кременой в сторону Лимана. Ну, да, там в Серебрянском лесничестве они наращивают усилия, и там очень тяжело в плане, имеют даже тактический успех на некоторых участках в том же Серебрянском лесничестве. Кстати, для нас это становится критичным, потому что потеря Серебрянского лесничества, в общем, усугубит наше положение на этом участке фронта. Поэтому, я думаю, что командование будет предпринимать меры по удержанию Серебрянского лесничества. В ночь на 14 августа российские войска атаковали Одессу крылатыми ракетами и также дронами «Камикадзе». По данным Украинского оперативного командования «Юг», Наталья Гуменюк сообщала о том, что все 15 беспилотников и 8 ракет сбило ПВО. Обломки повредили многоквартирные дома, 7 зданий учебных заведений, автомобили, аптеку, общежития, а также супермаркет. В нем ранены трое мерных жителей. Не кажется ли вам, что все же за последние недели удалось как-то усилить систему ПВО в Одессе, в Одесской области? Или это такое обманчивое впечатление? Ну, тут скажу нет. Скажу, что не обманчивое. Дело в том, что по сравнению с предыдущими ударами, количество сбитых ракет и шахедов, оно впечатляет. Я, к сожалению, нет цифры, сколько было пусков засечено. Потому что, ну, судя по тем последствиям, которые в Одессе, довольно тяжелые последствия, скажу так. Но, тем не менее, хотя бы, я помню, когда по портовой инфраструктуре, так там практически воздушным силам нечем было даже отчитаться по сбитию воздушных целей. Сейчас, скорее всего, решение принято и Одессу усилили. Усилили системами ПВО. И поэтому мы сразу же видим такой результат. Мы можем прийти к такому выводу, что этим летом, летом 23-го года, Одесса стала одной из главных целей для российских обстрелов и ударов. Ну, там, да. И причем, видите, они решили поменять приоритеты. Если они раньше пытались разрушить портовую инфраструктуру, то теперь они пытаются психологически давить на население. Потому что, ну, обстрелять жилые кварталы, это, ну, это, во-первых, военное преступление. Значит, они заведомо шли на это военное преступление, зная, что они стреляют по жилым кварталам. Ну, для этого, как бы, чтобы, с целью, чтобы создать в городе панику и хаос. И принуждение типа «Мир за любую цену». Тот же Сергей Инаев, которого мы с вами сегодня уже упоминали, говорит, что Россия изменила тактику ударов по Украине шахедами. Построение маршрутов постоянно меняется, говорит он. Противник пытается применять дроны с учетом рельефа местности. Сложность сбития заключается в точном прогнозировании маршрутов пролета БПЛА. Для своевременного реагирования мобильными огневыми группами, так как их обнаружение в последнее время осуществляется в основном акустически. По звуку двигателей и определить направление их полета в ночное время довольно сложно. Теперь попрошу вас объяснить простыми словами. Простыми словами, что они очень хорошо изучили карту местности, используя складки местности и естественные преграды. Например, лесополоса. И если рядом есть овраг и шахеды будут идти по оврагу, то вы их не увидите из-за лесополосы. Естественно, из-за этой лесополосы их не будет видеть радиолокационная станция. Поэтому только вот этот звук шахеда-мопеда, который в определенных условиях, говорят военные, слышно до 20 километров. Это единственная, самая эффективная на сегодняшний день методика выявления этих шахедов. Теми же мобильными группами и гражданами Украины. Я, кстати, напоминаю, что у нас есть это приложение ЕППО. И помощь каждого услышавшего или обнаружившего этот шахед, она существенно повлияет на эффективность работы наших систем ПВО. Но они реально, они учатся, да, и прокладывают уже маршруты в таких местах, где меньше всего может доступность продвижения, допустим, той же даже легкой техники. Лесные массивы, болото, поймы речек. Он идет на минимальной высоте, его все слышат, но никто не видит. Тем временем министр обороны Шейгу осуществил проверку арктической группы войск. В центре внимания был центральный полигон, где в советские годы осуществлялись ядерные испытания. Военные эксперты предположили, что инспекция полигона может быть связана с возобновлением ядерных испытаний на Новой Земле. Ну, посмотрим, если Россия. То, что они на полигоне побывали, это еще раз напоминание вот этого ядерного шантажа для всего мира. Что вот Шейгу осмотрел полигон, а на самом деле там, кстати, арктическую бригаду мотострелковую перебрасывают в полном составе. Сейчас, видно, она там на полигоне отдыхала тихонечко, сидела, не отсвечивала. Вот сейчас эта бригада направляется в Украину. Но они на материк перебрасывают, и она будет направлена в ближайшее время в Украину для усиления войск. То есть, с одной стороны, он выгребал все, что можно, как в этой сказке, поскреб по сусекам, чтобы что-то подсобрать боеспособное. А с другой стороны, заодно посетил полигон, он мог просто прийти там, постоять, посмотреть, это зафиксировали. И напомнить всему миру, что вот у нас же полигоны есть, мы же все-таки ядерная держава. То есть, уже не напрямую махать ядерной дубиной, а косвенно так. Так, сегодня действует мораторий на проведение ядерных взрывов, и я не думаю, что у Российской Федерации хватит мозгов нарушить этот мир, международный мораторий, который практически придерживается все страны мира на сегодняшний, ну, кроме там, допустим, КНДР, и то там было, не было стопроцентного подтверждения, что взрыв был ядерный. Вот, он был большой мощности, да, но то, что он был ядерный, подтверждений этому не было. Так что, я думаю, что это два в одном. Выскрябывание последних боеспособных бригад и, с одной стороны, с другой стороны, напоминание миру, что у России есть еще ядерные полигоны. То есть, вот эта ядерная пугалка, она все же в военной вот этой повестке, она остается чуть ли не в перечне. Мы от нее, смотрите, Вадим, мы от нее не денемся никуда до тех пор, пока у Российской Федерации есть хотя бы один ядерный боезаряд. Естественно, они будут этим пользоваться. Кстати, одна из целей нашей войны – это максимально ограничить или лишить Российскую Федерацию ее ядерного потенциала. Но это как бы уже задача не наша, это задача мирового сообщества. Либо взять под контроль этот арсенал с последующей утилизацией, либо организовать его вывоз и в какую-то другую страну, и там его утилизировать. Но это одна из задач в ходе этой войны, которую будет решать коллективный Запад в ходе этой войны. Тем временем майор Вооруженной Силы России Юрий Томов, об исчезновении которого вместе с группой разведчиков сообщали российские военкоры, он попал в украинский плен. Накануне ряд украинских и зарубежных СМИ писали, что Томова пленили на левом берегу Херсонской области в районе села Казачьи лагеря во время диверсионно-разведывательного рейда украинских войн. По словам Томова, он попал под частичную мобилизацию в октябре 2022 года, рассказал, что оценит общую подготовку своего батальона как очень неудовлетворительно, поскольку ею никто не занимался. Пожаловался, что боевая подготовка и тренировки не проводились, морально-психологическое состояние на это вообще никто не обращал внимания. Томов отметил, что считал воинов вооруженных сил Украины нациками и прочими, продолжителями всяких разных идей, и поджаловался, что на временно оккупированных территориях украинцы негативно относились к захватчикам, поэтому происходило много стычек, но и также сообщается о том, что он дал много закрытой информации для представителей вооруженных сил Украины. Фигура может показаться не крупной, но тем не менее, если он дал хорошую содержательную информацию... Скажу вам так, смотрите, майор спецназа, это не последний человек, это где-то уровень батальона, и в принципе он может знать довольно много интересного. Судя по открытым источникам информации, то он там на карте нарисовал нам всю обстановку, ну, во всяком случае, на том участке, где он в курсе всех мероприятий. Вот, кстати, разная информация, я даже встречал информацию, что этот офицер отличался особой жестокостью по обращению с нашими пленными и гражданскими лицами на оккупированных территориях. Любил издеваться, допрашивать, вот, но я считаю, что вот такая огласка его сотрудничества с нашими войсками, которую мы сделали, это, в принципе, для него на территории России это смертный приговор. То есть карма настигла. И плюс его пленение... Мы очень классно, кстати, миф разбили. Помните, как российские военкоры сразу же после инцидента на Левом берегу начали распространять, что вот группу, группа украинских спецназовцев накрыли, в плен попали. Показали даже каких-то людей, лежащих там лицом вниз, с завязанными руками, якобы... Да, даже в нашем пикселе они, там, брюки были на наших камуфляж. Вот. А выяснилось ровно с точностью да наоборот. Что и майор оказался российским, и группа 18 человек, 8 пленных вместе с майором, и 10 убитыми. И что наши ушли без потерь после проведения этой успешной операции. Ну и вот это, я считаю, что тут двойной удар. С одной стороны, мы ликвидировали группу, даже тройной. С другой стороны, мы морально-психологически переиграли их в информпространстве, доказав, что они врут в своей информации. Ну и третье, майору создали такую репутацию ренегата для российской армии, чтобы практически сделать невозможным его возвращение в Российскую Федерацию. Безболезненно. Ну, по-моему, в пленных Олег Владимирович, согласитесь, побольше бы таких фигур. Да, это было бы с офицерским составом. Ну, видите, у них и с офицерским составом у них проблемы. Вот, и это раз. Второе, офицерский состав, как правило, не хочет находиться в боевых порядках. Это тут он группой руководил, поэтому он пошел на боевое задание. И то, как бы для категории майора возглавлять ДРГ, ну, я скажу, что это не тот уровень. Обычно возглавляет младший офицерский состав, но никак не старший. Майор – это уже старший офицер. Ну, показательная история, показательная. По поводу дипломатии, по поводу политики, также давайте скажем несколько слов. Канцлер Германии Шольц рассчитывает на дипломатическое решение войны в Украине. Вентарион высказался в пользу дипломатических усилий относительно завершения войны. Мирные переговоры в Саудовской Аравии были очень важны. Следует признать, что они были только началом, но, тем не менее, это нечто необычное, говорит Шольц. В переговорах в Джиде участвовали не только латиноамериканские и африканские страны, но также и Китай. И сразу же после того, как Китай принял участие в форме в Саудовской Аравии, многие политики, аналитики начали говорить о том, что, возможно, Си Цзиньпинь кинул Путина, и все говорили, отмечали, что вот конструктивная была позиция Пекина в рабочей встрече в Саудовской Аравии. А сегодня стало известно о том, что министр обороны Китая летит в Россию и Беларусь. Так в чем конструктив? Дело не в конструктиве. Дело в том, что Китай не может пойти по пути Путина в том плане, что, как они, помните, сразу сказали, что надо садиться за стол переговором, надо договариваться и столбить территорию. Китай переосмыслил эту формулу, понимает, что если Украина, если они будут настаивать на том, чтобы мы уступили территорию, то завтра с такой же проблемой придут к Китаю, скажут, так тогда и Тайвань давайте уступать. Если границы несвященны и ненерушимы, то давайте тогда Тайвань отгораживать от Китая и решать вопрос самостоятельности и независимости Тайваня. Поэтому Китай вернулся в русло того, что границы нерушимы, но он никогда не бросит. Я никогда не поверю, что Китай бросит такую игрушку, как Российская Федерация. Это ему надо для того, чтобы балансировать на мировой арене. Им надо ослабленная Россия, которую они могут использовать в качестве своего сырьевого придатка и политического придатка. Не равного партнерства, как всегда подчеркивал Путин, а именно вассала. В плане давления на западные страны и в плане противостояния с теми же Соединенными Штатами иметь карманную Россию, это для Китая просто сказка. На что Китай может пойти? Мне кажется, Китаю будет все равно, кто там будет возглавлять, будет Путин или будет Иванов, Петров, Сидоров. Им все равно. Им главное, чтобы сохранилась тоталитарная система и сохранилась целостность России. Поэтому они, видимо, они переоценили, вот действительно переоценку сделали, и еще раз повторюсь, они вернулись к постулату нерушимости границ. Так что они могут в этом плане нам помочь, что Украину надо оставить в ее государственных границах. А внутри России должна остаться система. Удержится при этом Путин или не удержится, мне кажется, Китаю все равно. Главное, чтобы остался тоталитарный режим, целостность России, и чтобы Китай мог на это влиять. А с чем лично вы связываете вот эту новую очередную волну разговоров, дискуссий относительно того, что пора договариваться, садиться за стол переговоров, вот Шольц в очередной раз заговорил о дипломатии? Неужели это синдром тех переговоров, которые имели место быть в Сулыбской Аравии? Это не то, что синдром. Дело в том, что Шольц прекрасно понимает, что как бы не была сильная экономика Германии, все равно они несут убытки. Они вынуждены нам помогать, никуда они не денутся, они вынуждены нам помогать, не могут они это прекратить. И поэтому чем быстрее закончится война, тем будет безопаснее для экономики. В том числе и той же самой Германии. Поэтому они все равно остаются с идеей в голове, что мирное урегулирование намного дешевле, чем военное урегулирование. Но при этом они прекрасно, посмотрите, Германия как активно, кстати, в противовес США, вот мы говорили с вами, что уже давно не объявляли пакет помощи, а Германия вот уже третий, по-моему, да, третий, за последние две недели третий пакет помощи, и довольно серьезный отправляет в Украину. И, кстати, там Рейн Метал решила нас порадовать очередной новацией. Они дают нам беспилотники Луна разведывательно-ударные. Ну, правда, до конца года обещают поставить. Но все равно, если разговоры о весеннем втором этапе контрнаступления, они имеют под собой основания, то как раз вот такие ударно-разведанные беспилотники, которые по новым технологиям сделаны, малозаметные для средств ПВО и стойкие к средствам РЭП, это будет хорошее подспорье со стороны Германии. Во второй половине августа, если мы говорим также об осеннем периоде, вот основные и ключевые события, которые, по вашему мнению, могут произойти на фронте, вот прогнозы? Ну, у меня прогноз один. Я думаю, что все-таки до конца августа статус-кво, вот тот, который есть сейчас, примерно сохранится. То есть мы будем на востоке, Купенское-Риманское направление, будем вести жесткую оборонительную операцию, сдерживать удар вот этой огромной группировки. На Бахмутском направлении будут качели, тени толкает, то есть они будут пытаться остановить наши войска, мы будем пытаться возобновить наступательные действия. На Бердянском и Мелитопольском направления, здесь мы будем продолжать выгрызание обороны. И здесь, да, может, вот здесь можно ожидать таких сюрпризов, приятных сюрпризов, в плане продавливания обороны противника. То есть она может начать проседать, с учетом изношенности резервов рашистских войск на нашей территории, она может начать проседать. Ну, а на Таврическом направлении, я не ожидаю там большой активности, но, в принципе, сковывание сил противника, для того, чтобы не дать перебрасывать резервы, тоже можно, может быть, будем наблюдать. А, в общем, вот такой вот статус-кво позиционной войны с активными несколькими оперативными направлениями на всей линии фронта. Прогноз Буданова не сбылся, промежуточный не сбудется вовсе. В Крым в этом году пока не нет. Ну, дай нам Бог. Вообще, в принципе, я так и предполагал, ну, это было лично мое мнение, я предполагал, что главная задача этого года выйти на Азовское побережье. Это главная задача. В любом месте, в любом. Где только сможем, там надо выйти. Но это, и это будет фактически, даже несмотря на то, что там мы не выйдем четко на линию 22-го, 23-го февраля 22-го года, да, но это будет фактически возвращение на исходную позицию, что может дать большой политический толчок для введения переговоров, но уже на наших условиях. Кстати, Кулеба очень правильно сказал, на мой взгляд, но он, в принципе, у нас, по-моему, один из самых сильных министров и опытных. Он сказал, что переговорный процесс возможен через посредников. Но на условиях, оглашенных президентом Зеленским. То есть, вывод войск, да, и после этого мы начинаем переговорный процесс через посредников. Если же меняется политическая элита, и Путина нет, то тогда, но все равно, мне кажется, надо, как минимум, трехсторонние должны быть переговоры. Нельзя выходить на переговорный процесс один на один с Российской Федерацией. Ну и в завершении нашего с вами эфира сообщение. Украина нанесла удар по российскому лагерю в селе Юрьевка между Мариуполем и Бердянском. О взрывах в лагере «Волна» сообщает телеграм-канал советника мэра Мариуполя. Местные жители не пострадали, вылетели только окна, уточняют сообщение канала. Ну что же, наверное, там почистили. Ну это же, видите, мне нравится такой подход. У нас генштаб работает планомерно и целенаправленно. То есть разведка выявляет цели, а мы планомерно начинаем их уничтожать. И тем самым мы фактически не только ломаем логистику, но мы же снижаем боевые потенциалы российской армии. Вот что самое главное. Главное – это боеспособность армии. А чем боевать? Как я уже говорил, что мы должны так сделать, чтобы, выйдя на вторую или на третью линию обороны, там уже никого не осталось. Некому было бы ее защищать. Вот это главная задача. Поэтому очередной удар по очередному скоплению российских войск в нашей территории. Ну что же, Олег Владимирович, завершаем. Огромное вам спасибо за этот разговор и за этот эфир. Военный эксперт Олег Жданов был сегодня вместе с нами на Политеке. И также благодарны всем нашим зрителям, слушателям и подписчикам. До новых встреч. Всем всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok